В аэропорту Южно-Сахалинска накануне вечером сахалинских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья встречали как олимпийских звезд. Шестеро островитян приняли участие в специальной олимпиаде в Белорецке, где завоевали комплект медалей. В сборную Сахалинской области вошли Анастасия Королева, Вячеслав У, Юлия Семенюк, Роман Нагана, Владислав Шубенков и Максим Вдовухин. Все спортсмены-воспитанники горнолыжной школы тренируются под руководством Владимира Опалева. Благодаря тренеру нашему мы выиграли эти медали. Почти доказали соперникам, что мы лучше всех. Съездил, конечно, в первый раз. Интересно очень было. Классно. Гора тоже. Мы подготовлены, конечно, были к ней лед на трассе. Первый мой вылет по России. Доволен. Три первых места. Слава, слава, гигант. Супергигант. Вове 12 лет. Он страдает сахарным диабетом и у мальчика проблемы со зрением. Однако эти недуги не повлияли на результат, как и болезни других спортсменов нашей сборной. Анастасия Королева на специальной олимпиаде взяла сразу две медали. Два третьих места в славом гиганте. Она третий сезон стоит на горных лыжах и ни дня без отдыха. Уже сегодня она пришла в свою любимую школу, несмотря на то, что тренировки нет. Когда нам пришли, сказали, мы со скамеек все взлетели с места. Это непередаваемые ощущения. Я вообще по жизни не люблю сидеть. И вообще я советую всем идти заниматься спортом. Не нужно сидеть, нужно идти заниматься и идти вперед-вперед. На прошедших соревнованиях в Белорецке Анастасия была старше всех. Женщине 33 года. И она своим примером доказывает, диагноз – не приговор. У Анастасии вторая группа инвалидности, как у всех шести сахалинцев, которые участвовали в Олимпиаде. Я вообще был удивлен. Ну, было сложно очень. Но я старался. Лыжи – очень хороший спорт. Мне очень нравится. Для дебюта было очень-очень неплохо. Самое главное, что у наших воспитанников, у детей появляется желание вообще не бросать спорт. Все очень целеустремлены. И вот, допустим, у нас сахалинская метель, какая бы была метельная метель, я точно знаю. И это могут здесь подтвердить сотрудники нашей школы. У них нет вопросов – отменена, не отменена. Они все всегда приходят. Победа в специальной Олимпиаде дала возможность островным спортсменам принять участие в спартакеаде 2017 года. Их зачислили в резервный состав.